Время новостей на Первом Мытищинском, в студии Юлия Федериненко. Здравствуйте! И в начале коротко о том, что сегодня в выпуске. О подготовке к зиме и новых учреждениях здравоохранения говорили сегодня на оперативном совещании. В настоящее время осталось только завершение процесса, это получение лицензии. Молодые и лучшие кадры. Медиков в Мытищинскую больницу приглашают со всей страны. Приняли очень хорошо, все помогают, очень дружный коллектив. Три дня на базе 32-й школы проходит слет юных инспекторов дорожного движения. Мне кажется, любая команда хочет победить, но мы настроены решительно. В Мытищинском фесте достойны служить только самые талантливые выпускники театральных вузов. Все ученичество кончилось, начинается профессия. Работайте и рвите зал. Первые заморозки и снегопады синоптики прогнозируют уже в начале ноября. О подготовке к зиме и содержании дворовых территорий округа сегодня шла речь на оперативном совещании в Мытищинской администрации. Также участники встречи обсудили сроки сдачи новых медучреждений. Подробнее в нашем сюжете. Зима не за горами и коммунальные службы должны быть готовы к самым неожиданным капризам природы. Это основная тема оперативного совещания. Содержать в чистоте и своевременно очищать от снега и наледи необходимы дороги, тротуары, внутриквартальные проезды и придомовые территории. За каждой из 45 управляющих компаний закреплены участки, которые они обслуживают. На готове более 130 единиц техники. Также закуплена новая. Проведена проверка количества техник, которые находятся в этих управляющих компаниях. Либо имеются договора со специализированными подрядными организациями на содержание придомовой территории. Помимо этого, соответственно, были запрошены данные, также сделаны выгрузки из 1С, для того, чтобы было точное понимание по количеству дворников, как в управляющих компаниях, которые относятся к администрации, к нашим муниципальным управляющим компаниям, так и коммерческие организации. Поэтому общая картина по управляющим компаниям представлена на слайде. Это 45 управляющих компаний, 32 единицы техники и 174 дворника. Глава округа Юлия Купецкая отметила, что опыт прошлых снежных зим необходимо учесть уже сейчас, и особенно в тех микрорайонах, где были проблемы с уборкой и вывозом снега. В городской черте больше всего нареканий поступало от жителей Ярославского. Сроки выполнения подметания 2 часа, уборка снега в течение 24 часов. При 41% наполняемости дворниками мы что с вами в городе-то уберем? Одни из самых крупных микрорайонов. Поэтому эту работу нужно начать уже сейчас. Пожалуйста, ГЖИ, ГУСТ и так далее. Это работа управляющих компаний. Я каждый раз на это прощаю внимание. Люди платят за содержание. За содержание, и туда включена уборка. Тогда возникает вопрос, за что я плачу. И никого не интересует, как мы с вами это будем контролировать. Абсолютно. Человека интересует, как он открыл дверь, выходя из подъезда, и насколько свободно он вступил на тротуар. Все. Стандарты содержания территории, скорость ликвидации последствий непогоды утверждены на уровне региона. Но именно для того, чтобы оперативно реагировать на вызовы зимнего периода, справедливо заметила Юлия Купецкая, уже сегодня необходимо понимать, какие организации и какой спецтехникой располагают, и сколько дворников будут обеспечивать порядок во дворах этой зимой. Ещё один вопрос. Строительство учреждений здравоохранения. Уже в этом месяце в округе откроют долгожданную поликлинику в 16 микрорайоне. О готовности рассказала заместитель главы Наталья Гречаная. Первый объект – это объект поликлиника на 604 посещения в смену. В поликлинике завершены все виды работ. Установлена и мебель, и оборудование в полном объёме. В настоящее время осталось только завершение процесса – это получение лицензии. Обращаю внимание, что это одна из самых больших поликлиник, и потребность в ней очень высокая, так как обслуживать население – это будут 15, 16 микрорайонов, 17 и 17А. Обращаю внимание, что в данный момент больше 83 тысяч населения обслуживает вторая поликлиника. С вводом новой поликлиники удастся распределить потоки пациентов. После открытия этого объекта здесь смогут ежегодно принимать свыше 42 тысяч человек. Укомплектованность кадрами составляет уже более 50%. Готовятся к сдаче и другие ожидаемые объекты в новых микрорайонах, в том числе несколько в Пироговском. Здесь Юлия Купецкая отметила, что необходимо усиливать работу по привлечению специалистов. Я здесь хочу ещё раз сказать о том, что муниципалитет готов поддерживать учреждения здравоохранения и закрепление специалистов на нашей территории. Поэтому, если единственным препятствием для перехода медицинского работника в наше учреждение узкого специалиста является отсутствие жилой площади, мы, конечно, готовы рассмотреть возможности предоставления служебного жилья. Поэтому, коллеги, это и как реклама, и как необходимость, и как наша потребность, которую мы должны озвучивать. Поэтому, если есть медицинские работники тех необходимых квалификаций и специальностей, которые требуются нашим учреждениям здравоохранения, пожалуйста, обращайтесь. Я думаю, Андрей Александрович со своими коллегами с удовольствием проконсультирует. И надеемся, что максимальное количество врачей всё-таки трудоустроится в наши медицинские учреждения. У нас по планам ещё учреждения с вводом в эксплуатацию, поэтому медицинские работники нам нужны будут всегда. Глава округа также напомнила, что по всем вопросам здравоохранения разъяснения даются жителям в ходе тематических приёмов. Также работает медицинский чат «Здоровье» в Телеграм-канале. Все эти способы дают возможность мытищенцам получить квалифицированную помощь и необходимые разъяснения на те или иные вопросы, связанные с получением медицинских услуг. Юлия Федориненко, Андрей Капустин, Первомытищенский. Накануне медучреждения, которые готовят к сдаче в жилом комплексе «Пироговская ривьера», осмотрела рабочая группа администрации во главе с Юлией Купецкой. В микрорайоне Новостройки в ближайшее время откроют две поликлиники. Каждая из них рассчитана на 99 посещений в смену. Общая площадь поликлиник – более 2000 квадратных метров. Во взрослой на сегодняшний день выполнены пусконаладочные работы, установлено всё необходимое оборудование. В учреждении будут работать отоларинголог, хирург, травматолог, гинеколог, кардиолог, офтальмолог, уролог. Также будут функционировать рентген-кабинеты, кабинеты функциональной диагностики и ультразвуковой. Стационар дневного пребывания. В детской поликлинике тоже всё готово к приёму маленьких пациентов. Обе поликлиники оборудованы с учётом всех современных стандартов. Учреждения будут доступны и для маломобильных групп населения. В настоящий момент идёт приёмка поликлиник. Открытие совсем скоро. Вернёмся к теме привлечения медицинских кадров. Каждый, кто лежал в больнице, знает, что больше всего времени с пациентами проводят медсёстры. Именно на их плечи ложится основная забота и уход за пациентами. Медсёстры всегда нужны в любом медицинском учреждении, но и им нужна поддержка и моральная, и социальная. Сергей Берзин подробнее. Найти хорошую медсестру непросто. Это можно услышать в любой больнице. Профессия сложная. Она требует постоянной концентрации внимания, умственных и физических усилий. Не все молодые специалисты после медицинских училищ и колледжей справляются с такой нагрузкой. А вот подруги Мария и Анастасия из далёкого города Балагоя приехали мытищей и решили поступить медсёстрами в неврологическое отделение МГКБ. Я приехала вместе со своей подругой, которая со мной училась вместе в медицинском колледже. Приняли очень хорошо, все помогают, очень дружный коллектив. Конечно, на первых порах не всё так просто. Нагрузки высоки, важно не растеряться, привыкнуть к обстановке. Медичинская больница – моё первое место работы. Я хочу здесь получить опыт. На их выбор повлияла и социальная программа поддержки медицинских работников. По ней предоставлена ежемесячная компенсация за аренду жилья. Своих жилых помещений на территории Московской области у девушек нет. Медсёстры много времени проводят с пациентами, помогают им поправиться. И понимание того, что благодаря твоим действиям человек снова здоров, приносит и моральное удовлетворение. Мы стараемся передать опыт молодым, чтобы после нас дальше продолжали, оказывали достойную помощь больным. Не зря раньше их называли сёстрами милосердия. И главное, что ценилось, кроме профессионализма, это доброе отношение к больным. Пациенты обращают внимание на то, насколько вежлива медсестра, насколько она уже, вот они молоденькие, но уже чувствуется у них профессионализм. Это начало того, что им нравится эта профессия. Это очень дорого. Я желаю только им счастливого пути. У девушек всё ещё впереди, но найти себя, своё призвание – это действительно дорогого стоит. Сергей Берзин, Максим Силаев, Первый, Мытищинский. О системе здравоохранения округа, новых медучреждениях, привлечении кадров и оснащении медоборудованием рассказал главный врач МГКБ Андрей Третьяков. Мытищинская больница входит в число крупных учреждений здравоохранения Подмосковья и постоянно расширяется за счёт ввода новых объектов. Мытищинская больница является крупным учреждением здравоохранения, которое состоит из стационара, более чем на тысячу коек, из перинатальной службы вместе с женскими консультациями, амбулаторной службы, 9 поликлиник и 9 фельско-акушерских пунктов. Это учреждение, в которое работает несколько тысяч человек и на благо жителей городского округа Мытищи. Мы стараемся быть в топе тех регионов, которые могут о себе об этом заявить. Мы стараемся быть максимальными исполнительными по всем поручениям, которые получаем с Министерства здравоохранения, от курирующего заместителя, председателя правительства Московской области, для того, чтобы Митичинская городская клиническая больница находилась на высоком рейтинге среди медицинских учреждений Московской области. Подробнее о перспективах развития медицины в округе смотрите в рубрике «Актуальное интервью» после выпуска новостей. О строительстве новых социальных объектов в сфере образования, здравоохранения, спорта будем говорить в нашей студии уже в этот четверг, 13 октября, в программе «Диалог с властью» заместитель главы администрации Алексей Осеев. Свои вопросы вы можете присылать уже сейчас на электронную почту телеканала или звоните по телефону редакции. Мы открыты к диалогу. Традиционный прием жителей состоялся в понедельник в администрации округа. На встречу с главой пришли шесть мытищинцев. Горожан волнуют вопросы, касающиеся формирования земельных участков, ремонта дорожного покрытия, а также переселения из аварийного жилья. Подробнее в сюжете. Первым на прием пришел житель деревни Большая Черная. Мытищинец считает, что в кратчайшие сроки необходимо решить наболевший вопрос строительства дороги. Больше 20 лет местные не могут разобраться, на чьем балансе территория. И все это время отсутствие асфальтированной дороги сказывается на качестве жизни селян. И особенно в осенне-зимний период и дождливую погоду. По плану 2000 года дорога идет от Нижней и приходит в Минфин. Когда Минфин строился... Это санаторий вы имеете в виду Минфин? Да там называется учебный корпус, там сюда... Мы его коротко называем Минфин. Старая деревня запретила им проезд по своей дороге. Почему? Потому что ездили здоровые чушки, и они им отказали. Минфин, значит, выложил бетонные плиты для строительства. Ездили очень большие машины. И обещал, что по окончанию строительства они по этим плитам проложат асфальт, и дорога будет шикарная. Как только стройка закончилась, никакого асфальта, ничего этого нет. Чтобы построить дорогу, необходимо выделить финансирование. Но пока это невозможно. Таковой в перечне дорожно-транспортных объектов просто нет. Пока ее в плане нет, но планы периодически переформировались. пересматриваются, добавляются, убавляются. Поэтому мы ее в план подаем. Дальше уже коллеги из Минтранса, в том числе, ее будут рассматривать, потому что стоимость этой дороги, ну и параллельно мы проектируемся. Оно выходит далеко за удобоваримое количество миллионов, которые может позволить себе чистый муниципалитет. Поэтому сейчас мы делаем предработы, параллельно считаем, делаем сметы. Без них мы все равно в любом случае на один проект мы зайти не можем. А дальше мы пытаемся это пробить на уровне Минтранса в Московской области. Следующие обращения были связаны с вопросами переселения из ветхого жилья, организации складирования мусора, межевания земельных участков. По каждому из них глава округа Юлия Купецкая дала разъяснение. Как показывает практика, подобный формат взаимодействия с жителями – это хорошая практика решения проблем сообща и оперативна. Прием проходит каждые две недели по понедельникам. Записаться на встречу с главой можно по адресам электронной почты. Свой вопрос руководству муниципалитета также можно задать на выездной администрации, которая проходит в разных микрорайонах округа. Кстати, на этой неделе мероприятие состоится в микрорайоне Леонидовка в пятницу 14 октября в 16.00 на базе Культурно-информационного центра. Юлия Федериненко, Петр Дзитковский, Первомытищинский. Выпуск новостей продолжим после короткой рекламы. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Мытищи вошли в топ-5 муниципалитетов по поддержке работников образования. В этом году учителям округа предоставили 7 служебных квартир и сертификаты на льготную ипотеку. Всего с начала этого года педагогам Подмосковья выделили 155 квартир. Из них 103 служебные. Об этом шла речь на оперативном совещании губернатора с главами муниципалитетов. Кадры – это наши учителя. Наша система очень большая. У них сегодня работает 108 тысяч педагогов. И в школах это 54 тысячи учителей. Понятно, что часть из них уходит на пенсию, переезжает в другие регионы. Ну и, конечно, открываются новые школы. И прибавляется наша команда, прирастает новыми участниками. Вот в этом году в подмосковные школы пришло 3000 новых учителей. Крайне важным, Андрей Юрьевич, является поддержка не только этих учителей, всей педагогической команды. В течение 2022 года 52 квартиры по социальной ипотеке получили наши учителя. Но особо хотел бы отметить вклад городских округов, которые предоставляют учителям служебные квартиры. Таких квартир сегодня предоставлено 103. Наибольшее количество – это Люберц, Электросталь, Долгопрудный, Мытищий и Одинцова. Коллеги, большое вам спасибо за такую поддержку. Каждый понедельник во всех школах региона исполняют гимн Российской Федерации и поднимают государственный флаг России. Кроме того, по единому календарю разработана программа уроков «Разговоры о важном». Эти нововведения включены в план патриотического воспитания школьников с начала года. Как правильно вести эту работу, говорили в гимназии номер 16. Там состоялся областной форум, в ходе которого обсуждали, как воспитать в детях патриотизм и любовь к родине. Анна Смирнова продолжит. Обсудить формирование единой воспитательной стратегии в регионе в Мытище приехали лидеры воспитания, директора школ Подмосковья, советники по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. У всех общая цель – привить подрастающему поколению патриотизм и любовь не только к большой родине, но и к малой, своему городу и школе. А начинается она с образовательной организации. Развивается патриотизм именно в школе, где человек ощущает свою сопричастность к чему-то общему, считают участники форума. Поэтому процесс воспитания детей должен быть правильно организован. Сегодня мы с педагогами обсудили основные цели нашей работы. В ближайшее время, благодаря советникам по воспитанию, во всех подмосковных школах появится первичное отделение российского движения детей и молодежи, школьные и музейные клубы, медиа-центры, спортивные клубы и центры краеведения. Вся эта работа будет организована советниками по воспитанию. Повестка форума сегодня особенно актуальна. В ходе встречи обсудили нововведения этого года. Церемонию поднятия флага в школах и проект разговоры о важном. Напомним, Минпросвещение России запустило в российских школах масштабный цикл внеурочных занятий. Центральные темы – патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение и нравственность. В мытищах этот опыт активно внедряется. Каждая неделя школьников начинается с патриотической традиции. Дети исполняют гимн России и поднимают государственный флаг. Увлекая слава, твое достояние на все времена. Анна Смирнова, Андрей Капустин, Первый Мытищинский. Сегодня в округе стартовали областные соревнования в рамках 29-го слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2022». Участие в нем принимают представители муниципалитетов со всего Подмосковья. Они собрались, чтобы продемонстрировать свои знания и практические навыки в области безопасности дорожного движения. Площадкой для проведения стала 32-я общеобразовательная Мытищинская школа. Подробнее Анна Смирнова. Эти отряды юных инспекторов дорожного движения боролись за звание лучших сначала на муниципальном уровне. Теперь они приехали в городской округ Мытищи, где проходит уже региональный этап конкурса «Безопасное колесо». Всего в нем принимают участие 54 команды из разных городов Подмосковья. Ребята настроены решительно. Говорят, готовились долго не только штудируя теорию, но и оттачивали практические навыки езды на велосипеде с препятствиями, которые их ждут сегодня. Ожидание, что будет сложно и будет среднее. Мы настроены на победу. Мне кажется, любая команда хочет победить, но мы настроены решительно и готовы к бою, так сказать. Готовы атаковать очень сильно. Этим школьникам правила дорожного движения знакомы лучше остальных. И они приехали это доказать на своем примере. Оказание первой медицинской помощи, мастерство фигурной езды на велосипеде. Соревнования серьезные, на время. А на теоретические вопросы, которые являются одним из этапов, не смогут ответить подчас даже взрослые. Ребята у нас сдают, ну, представляете, как вы приходите в эту школу и сдаете экзамен по правилам дорожного движения, билеты. Соответственно, ребята там, но они еще более сложные. Мы сами садились и не всегда бывали правильные ответы даже у взрослых, потому что это на время, это надо справиться с эмоциями. Поэтому ребята настоящие бойцы. Кроме этого, юных инспекторов ждет командный конкурс по безопасности жизнедеятельности, где необходимо проложить безопасный маршрут и собрать велосипед. И самый интересный этап больше в творческой форме – поставить сценку о правилах дорожного движения. Оценивать конкурс будут независимые эксперты и судьи из госавтоинспекции. У нас каждый год особенно, и каждый ребенок в себе таит какие-то скрытые таланты, которые он, возможно, именно на этом конкурсе сможет раскрыть. Поэтому мы надеемся, что ребята покажут отличные знания правил дорожного движения, знания медицинской подготовки, вождения велосипеда и других конкурсов, которые предусмотрены положением. Поэтому ждем хороших результатов. Соревнование «Безопасное колесо» будет проходить еще два дня на территории 32-й школы. Именно ее ученики завтра будут представлять наш округ на испытаниях. Тот отряд юных инспекторов движения, который станет лучшим на областном соревновании, в следующем году удостоится возможности представить Московскую область уже на всероссийском уровне. Анна Смирнова и Петр Дедковский, Константин Бондаренко, Первый Матищинский. Это все новости к вечеру вторника. Далее прогноз погоды и рубрика «Актуальное интервью». Напоминаю, смотреть нас можно не только в эфире, но и на сайте Первого Матищинского. Также подписывайтесь на наши социальные сети и оставайтесь на связи. Матищинская городская клиническая больница входит в число крупных учреждений здравоохранения Подмосковья. Расскажите о том, что сегодня представляет из себя медучреждение, история которого насчитывает уже почти 150 лет. Матищинская больница является крупным учреждением здравоохранения, которое состоит из стационара, более чем на тысячу коек, из перинатальной службы вместе с женскими консультациями, амбулаторной службы, 9 поликлиник и 9 фельско-акушерских пунктов. Это учреждение, в которое работает несколько тысяч человек и на благо жителей городского округа Матищинского. Мы стараемся быть в топе тех регионов, которые могут о себе об этом заявить. Мы стараемся быть максимальными исполнительными по всем поручениям, которые получаем с Министерства здравоохранения, от курирующего заместителя, председателя правительства Московской области, для того, чтобы Матищинская городская клиническая больница находилась на высоком рейтинге среди медицинских учреждений Московской области. На базе Матищинской больницы уже много лет успешно функционирует региональный сосудистый центр. Он по-прежнему считается одним из самых современных и эффективных медцентров Подмосковья. По РСЦ нужно сказать, что он является одним из лидеров сосудистых центров Московской области и количество исследований, которые там делают, и лечение пациентов находится на самом максимальном уровне. РСЦ, наверное, сказать, что это прям гордость нашей больницы. И очень много уделяем внимания именно этому направлению. В Матищинской больнице всегда работали высокопрофессиональные специалисты. Как сегодня меняется команда? Команда у нас сформировалась достаточно сильная. Если касательно стационара, мы должны сказать, что к нам пришли работать кафедры третьего медицинского и санкологического университета. Это кафедра терапии со всеми доцентами, профессорами, ординаторами. И, соответственно, кафедра хирургии с профессором кафедры, который проводит ежедневные обходы, который оперирует, который диагностирует сложные случаи. В стационаре мы имеем определенную динамику вперед. И, безусловно, не отстают от нас амбулаторная служба. Есть дефицит в кадрах, и это больше узкие специалисты. Это офтальмологи, это кардиологи, детские кардиологи особенно. Работаем максимально на том, чтобы вот эту нехватку кадров мы закрыли. Мы потихонечку приближаемся к уровню столичного здравоохранения. И в наборе кадров нам очень сильно помогает Министерство здравоохранения Московской области, кадровая служба и непосредственно кадровая служба самой Матичинской городской клинической больницы. Этому уделяют пристально большое значение и губернатор, и первый заместитель председателя правительства, Светлана Анатольевна, и министр здравоохранения Алексей Иванович. И с кадрами становится все лучше и лучше. Все-таки, опять-таки, говорю, что есть дефицит. Если брать поликлиническую службу, то это узкие специалисты, и больше всего это офтальмологи, и из них, если так говорить, то это детские офтальмологи, а стационар – это анестезиологи, реаниматологи. Какие новые объекты здравоохранения готовятся к открытию в этом году? В целом, нужно сказать, что амбулаторная служба развивается крайне и очень динамично, поскольку в ближайшее время, в этом месяце, откроется новая поликлиника в 16-м микрорайоне, совершенно оборудованная по самым современным методам, и готова принимать уже будет жителей городского округа. Кроме этого, открываются поликлиники две – детская и взрослая в Пирогово, ЖК «Ривера», и степень готовности уже велика ориентировочно, мы планируем также в этот период запустить в работе их. И уже пролицензировали, откроется кабинет врача общей практики, и опять-таки тоже в Пирогово. Потому что, безусловно, там была определенная сложность с доступностью, население там росло, а лечебного учреждения, у которых была там поликлиника, было недостаточно. Мало того, все уже знают, визит губернатора Московской области Андрея Юрьевича на как раз-таки фундаменте новой поликлиники, которая откроется и построится. И это все, безусловно, сказывается и на качестве, и на ступности медицинской помощи в амбулаторных условиях. Какое медицинское оборудование поступило в МГКБ за последнее время? Безусловно, там поддержка крайне очевидна, и мы это наблюдаем и ощущаем. Оборудование поступает, и практически каждую неделю мы получаем какое-то новое оборудование. Но если говорить о тяжелом оборудовании, как раз-таки после визита губернатора городского Куркматища в новой поликлинике, которая открывается за номером 4 в 16-м микрорайоне, должен в ближайшее время появиться новый аппарат МРТ. Конечно, это нужно. Наш аппарат, который работает на базе больницы, он уже, конечно, там срок своей службы отслужил, и придет достойная замена этому. Кроме этого, очень много приходит оборудования для лапароскопии, эндоскопии, для ультразвуковой диагностики. Опять-таки, если говорить о том, что получение качества, оказание медицинской помощи по поручению губернатора, должны были открыться два кабинета стоматологической помощи в Пирогово, детской и взрослой стоматологии. В ближайшие дни мы открываем эти два кабинета уже в новой поликлинике, которая будет сдаваться в ЖК «Ривьера». После двух лет работы в условиях пандемии коллектив вернулся к плановой работе. Больница перешла максимально в плановую работу, загружается, оборот койки у нас достаточно высокий, порядка 3,5 тысяч госпитализаций в месяц. Понятно, и докторам было непросто зайти после ковида, перейти в плановую работу, были определенные сложности, но все сложности, они преодолимы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова